Привет, друзья! Это влог о часах, меня зовут Виталий. Сегодня я хочу затронуть такую довольно серьезную тему, а именно как коронавирус отразится на часовой индустрии. Вначале хочу сказать, что вопреки некоторым прогнозам это оказалось довольно большой бедой и серьезной проблемой, поэтому не рискуйте, будьте осторожны, подумайте о своих родственниках, подумайте о пожилых людях. Лучше лишний раз перестраховаться. Давайте начнем с того, что влияние коронавируса, а именно его развитие на мировую экономику будет катастрофическим. Насколько огромным будет это влияние мы узнаем лишь только через несколько месяцев, но первые звоночки сейчас уже можно наблюдать. Те же авиакомпании, те же лоукостеры, туристические фирмы, средний бизнес и даже такие монстры как volkswagen. Сегодня появилась новость о том, что volkswagen останавливает производство на две недели. Огромное количество разных мероприятий, концертов было отменено. Даже чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год. Какое же влияние развития коронавируса и его последствия будет иметь на часовую индустрию? Начнем с того, что даже выставка в Базеле была перенесена на январь 2021 года. Я уверен, что тому есть две причины. Первая, безусловно, это то, что ее отменили как мероприятие для того, чтобы там не собиралось большое количество людей. Но самая главная причина из-за того, что спрос на часы невероятно упал. И сейчас выставка не будет привлекать такого большого внимания, как это еще было в 2019 году. Безусловно, в первую очередь это связано с тем, что официальные дилеры и ювелирные магазины сейчас закрыты. По крайней мере, я могу говорить про Европейский Союз и про внутренний рынок Германии. Да, безусловно, серые дилеры онлайн-магазины еще работают. Вы можете заказать, так как почта работает и все еще будет доставлено. Но как дальше будут развиваться события и насколько это все будет усугубляться, еще неизвестно. Безусловно, часовые компании собираются компенсировать падение спроса. И первой компанией стала компания Rolex. Я вчера прочитал новость о том, что Rolex останавливает производство на две недели, а именно на 10 рабочих дней с таким примечанием до следующей информации. То есть, остановка производства может быть продлена на неопределенный срок. Какое влияние это будет иметь на рынок новых часов и на рынок бушных часов? На рынок новых часов пока еще нельзя сказать, потому что официальные дилеры закрыты. Но если смотреть на серых дилеров, то цены попозли вверх. И безусловно, это влияет на рынок бушных часов, потому что за вчера, сегодня, например, цены на саммаринеры выросли на 500 евро. Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям. В том случае, если производство будет остановлено на длительный срок, то именно серые дилеры будут диктовать условия на рынке. Потому что серые дилеры за последние несколько лет сделали, собрали у себя очень большой сток различных моделей. И это будет их звездный час. Если новые модели нельзя будет купить у официального дилера, то серые дилеры будут предлагать их на рынке за просто баснословные невероятные деньги. И безусловно, на эти суммы будут ориентироваться продавцы, которые пытаются продать свои часы или заработать на недавно купленных часах на бушном рынке. До какого уровня будет подниматься цена сказать сложно. Как говорится, по живому виде. Второй сценарий это если же производство в скором времени будет возобновлено и поставки к официальным дилерам точно также будут восстановлены. В этом случае официальные дилеры начнут обзванивать свои списки, списки ожидания и выкидывать на рынок большое количество часов. В этом случае цены поползут вниз, потому что именно на это точно также начнут реагировать серые дилеры. Потому что у них никто не будет покупать часы за те цены, которые они сейчас выставляют. У серых дилеров поползут цены вниз, точно также цены поползут вниз и на бушном рынке. Как будет развиваться ситуация, сейчас сказать сложно. Потому что ситуация меняется каждый день и каждый день мы видим новые новости. Одно и могу вам сказать точно. Не делайте необдуманных импульсивных поступков. Если начинать цитировать великих экономистов и финансистов, самая большая ошибка это если вы начинаете продавать тогда когда рынок лежит на дне или начинаете покупать тогда когда рынок сейчас на пике. Читайте как можно больше новостей из как можно больше источников. Потому что я уже видел как супер негативные прогнозы, так и супер положительные прогнозы, но как мы знаем истина всегда лежит где-то посередине. Обязательно напишите в комментариях что вы думаете на этот счет и какие новости вы видели. А на этом на сегодня все. Будьте осторожны и берегите себя. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока.